Ну что я вам могу сказать? Посмотрела ваши оценки и радоваться нечему. Все настолько плохо. Как сказать? Не для всех. Так, кому из нас радоваться, а кому нет. А то пока нам просто всем страшно. Больше всех меня беспокоит успеваемость. Кирилла. А чем моя успеваемость вас беспокоит? Тем, Кирилл, что она низкая. Ты настолько запустил учебу, что твой средний балл не соответствует требованиям нашей школы. Ну, давайте я исправлю оценку. Рефератик там какой-то напишу или плинтуса покрашу. Ты не понял, Кирилл. Рефератам тут уже не поможешь. Мне придется подать отчет директору, после чего тебя отчислят. Отчислят. То есть, как отчислят? Я тебя предупреждала. Ирина Анатольевна, неужели ничего нельзя сделать? К сожалению, нет. На последнем уроке у вас будет итоговая контрольная работа, после чего я составлю отчет и подам его директору. И, боюсь, Кирилл, нам с тобой после этого отчета придется попрощаться. Капец. Блин, как же так? Звонок прозвенел. Можете быть свободны. Увидимся с вами на контрольной работе. Бабоньки, мы должны как-то помочь Кириллу. Я сто раз свою помощь предлагала. Но нет же, зачем ему помощь в учебе? У него и так все замечательно. Да, Кирилл? Маша, давай сейчас лучше подумаем, как спасти его ленивую личность. Простите, просто меня так выбесила эта новость. Это катастрофа. Я погиб. Он что, плачет? Кирилл, не стери, мы сейчас что-то придумаем. Да, слушай, контрольная тоже влияет на оценку. Может, получится исправить. Я же не готовился к ней. Значит, нужно немедленно начать готовиться. Садись на место, я тебе помогу. Открывай тетрадь. Это все хорошо, конечно, но что-то я сомневаюсь, что так быстро можно подготовиться к контрольной. Особенно если целый месяц на учебу забивал. Нам нужен план Б. Ты о чем? Нам нужно разузнать задание для контрольной. Тогда его шансы на хорошую оценку будут выше. Вот это переписывай. Но надо быть осторожными. Если попадемся, нам всем капец. Эй, почему это нам всем капец? Маш, мы нисколько не сомневаемся, что ты хороший учитель, но ты не успеешь подготовить Кирилла до начала контрольной. Ну, а что еще мы можем сделать? Мы можем рискнуть и спасти Кирилла. Как? Мы узнаем задание для контрольной и поможем тебе их решить. Вы с ума сошли? Нас всех выгонят. Ну, а если мы не рискнем, то лишимся друга. Маш, ты как хочешь, но я пойду. Соня, говори, что делать. Нужно пробраться в учительскую. Задание должно быть там. Ну, Кирилл, если ты после всего, что мы для тебя сделали, не возьмешься за ум... Девочки, подождите. Блин. Елизавета Сергеевна, вам взять суток чайку. Нет, ну-ка, подите, я в буфет. Чуть не спалились. Быстрее, нужно найти задание, пока ее нет. И где же задание? Давай так, мы с тобой ищем где-то тут, а Соня с Кириллом там. Да, я буду в учительской. Прячемся, Анаконтовна. Да-да, а я пока чайок сделаю. Не поняла, это что такое? Вечно кому-то нужно сквозняки устраивать, потом собирать документы по всему кабинету. Так, а я ж чайник не взяла. Валим отсюда скорее, пока Анаконтовна не вернулась. Да что ж такое? Вы хуже сквозняков, все на своем пути перевернете. Ребята, осторожнее надо. Извините, Ирина Анатольевна. Не бегайте больше по школе. Фух, я думала, она нас застукает. Хорошо, что мы успели спрятаться и смотаться. Вот только задание мы не нашли. Да ладно, девчонки, вы все равно сделали все, что могли. Пусть будет, как будет. Нет, мы не можем это так оставить. И что же теперь делать? Плана В у нас нет. Слушайте, а как Анаконтовна отчет составляет? Она смотрит на все оценки, плюс оценка на контрольной. То есть, если нет журнала с оценками, то и отчет она составить не сможет? Точно. Ну что ты так вцепился в него? Я не позволю никому из вас влипнуть в эту историю из-за меня. Спасибо, конечно, но уже как бы поздно, если ты не заметил. Нет, это мой грех. Я его буду носить с собой. Точнее, на себе. Точнее, при себе. Ну вы поняли. Кирилл, мы выиграем время, чтобы потянуть себя в учебе. Да, и для того, чтобы ты дальше валял дурака. То есть, вы думаете, что я смогу стать отличником? Конечно. Главное, чтобы твоего азарта хватило больше, чем на полчаса. Хватит! Вот увидишь. Повторили материал? Садитесь. Скоро уже звонок будет. А где журнал? Так вы это, с собой его забрали, когда уходили? Да? Не помню такого. Да-да, я тоже помню, что вы его взяли и унесли из класса. Что-то сегодня сквозит прямо везде. И в голове тоже. Что вы говорите? Да, я это так. Кирилл, а что это у тебя в рюкзаке? Это мой личный дневник. Ну-ка, покажи. Ирина Анатольевна, ну что вы, это же личное. Я сейчас сама посмотрю. Ирина Анатольевна, вы это бросьте. Быстро сел на место, Кирилл. Ирина Анатольевна, я имею право на личную жизнь. Я тебе сейчас покажу личную жизнь. Кирилл, держись обратно. Отдай журнал. Это не слышно. Субтитры сделал DimaTorzok